Больше 60 случаев хозяйственных палов выявили за сутки в Новосибирской области. Термоточки фиксируют спутники и в самые опасные районы отправляются дополнительные группы спасателей. За полями и лесами, с воздуха, следят беспилотники, а на земле продолжаются учения пожарных. Рассказывает Евгения Емельянова. Тревога, горит лес. Специалисты лесхоза и пожарно-химической станции в полной боевой построении и сразу к месту возгорания. Конечно, эта лесхоза помощь большая будет. Техника вся новая, все оборудовано полностью. Все уже в комплектах есть, все проверяли сами, все здесь работает, все нормально. Сейчас только уже по факту будем смотреть. Сегодня в Сузуне открывают новое межрайонное объединение для защиты от пожаров. В помощь 8 единиц техники на сумму 20 миллионов рублей. Деньги из регионального бюджета. В этом году пожаров еще не было, но в Сузуне еще помнят ЧП 2007-го, когда люди задыхались от смога и пепла. Но мы вооружены. Кроме этого у нас вокруг поселка, муниципальные леса. Их сохранность обеспечивает наше муниципальное автономное учреждение. И они тоже в полной боевой готовности. Мы готовы. Специалисты предполагают, что сезон пожаров в регионе откроется в майские праздники, когда жители потянутся на отдых в лес. По вине людей происходит 90% возгораний. К слову, начало пожароопасного периода официально объявлено уже с понедельника. От леса будет производиться сейчас отжиг, встречный пал, для того, чтобы остановить... Появление пожарной химической станции позволит не только эффективнее бороться с пожарами на территории района, но и помогать в ликвидации возгораний ближайшему соседу, Алтайскому краю. И то, что сегодня это реализовано, на мой взгляд, это достаточно такой большой шаг в обеспечении надежности прикрытия не только лесных массивов Сузунского района, но и населенных пунктов. ПХС будет действовать у нас практически круглогодично, поэтому мы планируем задействовать не только на охрану от пожаров, но, кроме того, будем использовать его и для выполнения ряда лесохозяйственных работ, ряда лесохозяйственных регламентов. Штатный состав спасателей уже в ближайшее время будет работать на контролируемых отжигах и устройстве Минполос. Евгения Емельянова, Илья Чалых, Новости ОТС.